Я приветствую всех на своем канале. Всем здравствовать! Всем хорошего настроения сразу перед просмотром канала. В общем, новости такие. Завел я неразвучников в той комнате, где жили ранее канарейки. Вот на предыдущих видео, снятых мною ранее, там комната, где канарейки жили. Вот там сейчас располагаются неразвучники. Сейчас мы отправимся туда, и я вам там покажу, как я их держу, как кормил, как кормлю сейчас, что даю, какие корма, значит. И там, я вам объясню, там как бы четыре породы у меня, и раз, два, три, три, три вида неразвучников. В общем, одни дали хорошее потомство, другие дали отвратительное потомство. В чем причина, я не знаю, но, как вот говорят более опытные неразвучниководы, то, что именно масковые неразвучники сложнее разводить, и фишеров тоже сложнее разводить. Ну, не знаю, я вот за них попробовал первый раз, пока мне рано делать выводы. Ну, в общем, так из новостей появилась у меня в поголовье икорелы, бещок икорелы, икорелы, но об этом немножко позже буду рассказывать. Сейчас хотелось бы начать с той комнаты, где были канарейки, и отсюда уже будет история моя развиваться дальше. Допустим, там, где ранее жили канарейки, сейчас живут эти неразвучники, а у канарейок там очень как бы своя история, они переехали в другое место. В этом году потомства не было от канарейк, потому что все то некогда, то занят. В общем, самцы отдыхали, пели песенки красивые, на мой взгляд. Канарейки тоже отдыхали. Ну, в общем, отправляемся к канарейкам в комнату смотреть видео про неразвучников. Здравствуйте, неразвучники! Перед вами попугаи-поруда неразвучники. Слева один одинокий сидит, это зеленый масковый, а справа это масковый и синий. Сейчас попробуем ближе снять. Сейчас они прикихли, а сейчас начну говорить, разговаривать по видео. Они начнут кричать, меня перекрикивать, возможно, будет плохо слышно. Вот, кому видно, пожалуйста. Вот скворечник находится самый высокий. Сейчас попробуем как бы так показать, чтобы вам было видно, что там происходит. Сейчас я одной рукой, немножко неудобно, но надо же вам все показать. Я хочу показать, что там происходит. Вот там сидит самка, видите? Сейчас я ее опущу ниже, сейчас я ее ниже опущу, чтобы было лучше видно. Так, смотрите. Вот, видите, это именно тот домик, который был. Так. Опа! Кто там? Смотрите, смотрите. Там и самка, и самец сидела. Ой, и оказывается, там еще и птиец у них есть. Честно, я не знал. Я думал, там уже никого нет. И хотел что-то дело закрывать. Все, возвращаем быстро назад. Ой. Сюда-то родители улетели, а теперь они, видите, все одинаковые. Не поймешь, кто здесь, кто. Ну, в общем, такое дело. Может, было не надо было трогать, не знаю. Ну, уже получилось то, что получилось. Сейчас повешу. Теперь не уронить, да это все дело. Так. Надо же, в этом скворечнике никогда они не садились. Значит, смотрите. Что я хотел сказать. Вот здесь, значит, располагается у меня вот такая вот полочка. Вот она. На ней стояли вот четыре. Вот еще я начал снимать просто. Сегодня начал снимать. Потом думаю, побегу за телефоном, сниму видео, покажу, расскажу. Потому что я в этой комнате. Раньше держал канарейку, а сейчас я хочу все изменить. Я зовел неразвучиков. У меня не особо получается, что-то дозвучим вот с этими масковыми. Кто-то говорит, они со второго года хорошо плодятся. Ну, не знаю. Вот первый год у меня, получается, здесь было раз, два, четыре, пять. Пять и два запасных скворечника я вешал. Вот пять пар. Пять пар, значит... А я их начал уже по технику продавать. Тут осталось раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Раз пара, два пара, три пара, три пара, три, четыре. Вот. Сейчас тут по факту четыре пара. Одну пару я продал. Дело в том, что плохо они водятся. Они за сезон четыре пары дали. То есть пять пар, да, дали по одному, по два птенца. Ну, я думаю, это мало. Потому что вот, допустим, здесь вот там фишера, сейчас попозже расскажу. Вот, к примеру, вот эти неразвучники, это розовощоки и зеленые. Сейчас я открою дверку и их сниму получше. Вот они, товарищи, наверное. Минутку. Ну, видно, да? Вот здесь раз, два, раз, два, три, четыре. Четыре пара, и все они дали по два выводка. По четыре, по три птенчика. По четыре, по три птенчика. То есть, это молодцы, я считаю. Итак, в общем, вот этих, вот этих ребят я оставляю. Потому что они, ну, получилось у меня. Не знаю, может им питание подошло, может им условия содержания подошло. Ну, в общем, у них было потомство. Кстати, сейчас покажу я ихнее потомство. Так, идем сюда. Вот они дали, видите? Вот это все, что они дали за год. Вот, четыре пары с весны. Три бананчика, и вот те остальные зелененькие. По-моему, там еще где-то бананчик. Это молодежь. Ну, как молодежь. Они весна, лето. Ну, так. Получается, по три, по четыре, по пять месяцев здесь сидят птички. Так, это что касалось и разрущиков, разовощелки. Вот их у меня, вот этот, как бы, урожай. Это урожай. Масковый, значит, плоховато. Кстати, дали одного черного. Тоже черного быстренько продал. Быстренько, вернее, купили. Ну, и вот, вы сейчас видели, я сам, честно сказать, не ожидал. Там, в верхнем скворечнике появился птенец. Кстати, видите, опять один птенец. А в основном у них вот такая вот ерунда. Смотрите. Вот эти домики, которые я снимаю. Вот тут все, пожалуйста, вот вам. Сейчас будет уши. Видите, натаскали веточек. Трава тут разная. А плодиться тут они не плодились. Потом, значит, сейчас другой. Подождите, покажу минутку. Вот второй, другой домик. Здесь, значит, у нас еще открыть надо. Обратите внимание, как ни разрущики строят себе укрытие. То есть, они заходят в это отверстие. Проходит тут тропинка у них. И вот там они укрываются. Видите как? А тут еще такая крыша. Ну, в принципе, морозы, даже говорят, ребята. Вот так зимуют скворечники без отопления. Без проблем, ни разрущики. Я так понял, что ни разрущики морозов не боятся. Вот. Такие дела. Значит, про масковых я вам рассказал. Что, как водятся. Трудно водятся. Не знаю, что. Я, может, что-то не так делаю. Но, по крайней мере, разрущики вот меня порадовали. Пожалуйста. Спасибо. Вот этим товарищам. Вот. Красивые. Видите, какие они тут пестренькие. Пестренькие. Я думал, будут давать пестреньких. А они дали мне. В основном зеленых и желтых. В общем, этим ребятам спасибо. Фу-фу-фу. Поплюйте на них. Так. Сейчас идем дальше. Вот тут у меня находятся фишера. Вот такой у меня красивый один. А остальные все стандартные фишера. У них я домик еще не убрал. Потому что вот сколько просидели. Дали только одного птенца. Одного птенца дали тоже четыре пара. Они попрятались тут все. У них вот, видите, дерево берет. Они вот тут погрызли. Жердочки погрызли. Оставилось. Вот у них эта палка атакации. Кстати, атакации вообще не грызут очень хорошо. Ну и, в общем, они тут попрятались все. Вот в домиках. У нас уже вечер. Темновато. Они на ночь идут. Это вот такой красавчик. Вот он. Так. Сейчас я вам покажу, как кормил, как поил. Ага. Значит, смотрите. Внизу у меня получается у них, у них разручников. Вот он стоит. Вода стоит на кирпиче, чтобы этот мусор. Вот это получается шелуха. Она тут не вонючая, не гнилая, не закишая, ничего. Просто шелуха. Ну, как, чтобы не по бетону птица ходила, а по тому же сену, как сказать, да? Как вот в садовниках используют. Мунча есть. Значит, вот на кирпич, если кто-то делает, на полу не ставьте, чтобы мусор туда не попадал. Вот кормушка. Просто, допустим, с под цветком. Под горшка, под дом. Под цветов. И все. Сейчас в плане корма. Вот их так же вот там видно. Ну, в общем, все это типично на кирпиче стоит. Так, значит, это так. Фишеров показал. Фишера попрятались. В плане питания, значит, смотрите, ребята. Вот в этом углу уже как бы объедки от листвы сухой. Они строят домики. Тут много веток лежало. Вот, кстати, ветки на густе. Сегодня на завтрак. Еще как бы сейчас время есть им до сна. Я им принес этот самый дерево. Деревья. Просто вот с листвой, как они есть. Лесной. Правда, листики вкуснее. Сейчас уже осень. Листики немножко такие суховатые. Но вот именно это дерево, оно сейчас еще в расцвете сил. Хотя уже начинает от холодов желтеть лист. Это унаби. Или финик. Китайский или японский. Я честно не знаю. Знаешь, что называется унаби? И вот они плоды. Возможно, у кого-то растет такое дерево. Сейчас, чтобы нормально видно было. Вот вам. Прям с плодами. Единственное, я смотрю, чтобы не было помета диких птиц. Вот видите. Вроде нету, да, ничего. А вот что-то, по-моему, тут есть. Вот она что-то есть. Вот. Листики с пометом лучше не давать. Я его в карман положу. Некоторые советуют, надо мыть в марганцовке. Кто-то советует, надо мыть в уксусе. Ну, можете мыть. Вернее, воду с марганцом или с уксусом разводить. А потом мыть там эти веточки от микробов. Пожалуйста, я не против. Можете, ребята, мыть. Но я вот позволяю себе делать так. Что вот посмотрел, чистые. Кала нет. Помета нет. Никаких разных там неприятностей нет. Все. Я им кладу вот так на пол. Этим сюда. Ну, это понятно, да. Вот просто по веткам открываешь. Можете кидать, можете вешать. Как вам угодно. Как вам нравится. Мне нравится, как бы, птички повесить, как по природе. Вот тут ветка. Вот так на ветку повесил. Прям почти как настоящее дерево. Просто вы меня извините, что у меня, допустим, трясуя камеру, но немножко неудобно. Одной рукой держишь, другой делаешь. Вот получается почти как белая березка, да. А вот они опустятся, когда я уйду, и будут кушать. Почему-то он один. Все спрятались. Я думал вам всех показать. Что-то они по норкам. Может, снеслись, но ладно. Потом проверю, покажу. И так сегодня получается случайно. Повезло, можно сказать, мы увидели птенца. Так, значит, это по поводу веток. Это вот унаби. А так-то можно давать вишню, черешню, грушу, яблоко, акацию, березу, липу. По сути, в принципе, любые деревья. Если кто-то знает, что какие-то деревья нельзя давать, вы, пожалуйста, напишите в комментариях. Я буду очень вам благодарен. Так, в общем, смотрите. Так же, как груша, с плодами, в общем, все даю. Вот унаби, видите, он тут зеленый. Они его с удовольствием поедают. Здесь вот спелый унаби. Почти спелый поедает. Так, в плане зерна. Смотрите сюда. Вот так видно. По-моему, плохо. Сейчас я пересыплю. Вот такой зернослесью я кормлю неразручников. Ну, получается, круглый год. Здесь у нас, перечисляю по памяти, кукуруза, овес, сорга, сорго, как правильно сказать, кому как удобно, семечки, сафлор, сафлор, просто канареечное семя, чечевица и, по-моему, все. Но еще было раньше, у меня суданка кончилась, нут кончился, гречка кончилась, а так тоже все добавлял. В общем, запомнились. Семечки подсолнуха. Вот они. Кукуруза, пшеница, проса, сорга, овес, канареечное семя, лен, кстати, лен чуть-чуть. Лен прилипает, очень неудобно лен замачивать. Вот видите, на боку. Вот он. И на палец вот прилипает. Лен почему-то липнет. Его лучше давайте сухой. Мне не нравится, как лен ведет себя в замочке. Значит, как я это приготовлю? Заливаю я водой на ночь. На ночь заливаю водой. Ну, если быть дословно, буквально, как это все готовится, значит, смотрите. Заливаем ведро. Вот мы насыпали, сколько съедят наши птицы за день. Залили это все водой. Промыли хорошо. Воду слили. Снова залили. И пусть стоит ночь. Утром просыпаетесь. Сливаете эту воду, промываете. Ну, промойте два раза, промойте три раза. Посмотрите, какая вода будет, которую сливаете. Если на второй раз, ну, по-любому, два раза надо промыть. Все, вы слили два раза. Вот такое сито, оно получается у меня полное. Или ведро, допустим, некоторые сделали себе такое же тоже ведро. Ведро в ведро вставляют, дырочки делают здесь сверло. Дно, бока. И получается очень хорошая отсиделка, скажем так. Все, эта вода стекла и раздали птицам. Старайтесь сделать так, чтобы у вас все птицы съедали за один день. Вот я, допустим, утром дал, сейчас вечер. Вон, вот, смотрите, темно уже там. Сейчас вечер. Сейчас я им даю это все докушать. И они дойдет еще, часика три походят. Посидят, вернее. И это самое, спать лягут. Короче, чтобы зерно не закисало у вас. Чтобы не заморачивались там в холодильник. Или в морозильник. Или куда-то его ложить. Вот сделали. В течение суток съели. Все, никаких там не будет у вас закисаний. Никаких у вас не будет цвелей. Это очень опасно. Вот, видно вам хорошо. Если у кого-то какие-то будут дополнительные вопросы по составу зерна, вы пишите, пожалуйста. Не стесняйтесь. Я вам что знаю, поделюсь опытом. Ну, а вы, если кто-то знает свой опыт, пожалуйста, тоже делитесь. В общем, смысл в моих видео. Просто делиться опытом, как это делаю я и что из этого получается. У кого-то есть свои наработки. Буду вам благодарен, если вы поделитесь своим опытом. И вот таком, как сказать, благодаря обмену опытом мы придем к какой-то истине. И, возможно, наши птицы будут с каждым годом получаться лучше. Вот так вот. В общем, благодарю всех за просмотр картины моей. В дальнейшем буду стараться выкладывать, ну, разные видео. И про корел выложу, и про канарейк, и про волнистых, и про розел, и про мадин. Ну, много разной живности тут у меня развелось. Все сразу и не ухватишь. В общем, всем спасибо за просмотр. До скорой встречи на моем канале. До скорой встречи на моем канале.